всем привет вы на канале family farmtube это интернет ферма и сегодня я расскажу вам как завязывать вестерн седло это бэбис я уже кое-что подготовила седло я ему одела теперь весь прикол в том чтобы камера этот момент захватила так вот лошадь спокойная готовая к верховой езде вот седло мы его надели убедились что седло легло правильно и так бэби я попрошу тебя немножечко развернуться вот смотрите изначально что я имею вот этот ремень он на самом деле длинный когда вы убираете свое седло желательно вот так вот его продевать короче чтобы он у вас не болтался чтобы сами в нем не запутались вот я достаю этот ремень могу целиком как вначале наверно вам будет удобней так а можно мы его продели он находится в этом положении сейчас чтобы вам было лучше видно я беру ремень под кругу и как вот у нас правдит этот ремень или можно вытащить но он слишком длинный беру за этот конец тянул и вот пожалуйста он раз развернулся правдиваю вот так еще раз за кольцо под круги вот теперь можно затягивать короче затягиваем седло потихонечку смотрим чтобы лошадь не набрала воздух также смотрим как не зацепить кожу лошади чтобы не поранить лошадь затягиваем постепенно так меня немножечко все засохло растопло жесткая конь очень давно не работал под седлом вообще был свободный как бы немножечко отык на это не смотрите не обращайте внимание да и в любом случае как бы не лошадь кормим мы ее катаем и так вот я затянула в принципе мне уже хватает чтобы продеть через это кольцо опять таки только завнутрь правдеваем так потом заворачиваем сделаем такой вот новорот на сверху на ремни можно попутно пока ремни мягчею становится более эластичным еще чуть-чуть подтянуть вот так вот так у нас уже появилось еще пару сантиметров затем сделали вот этот вот накид ремня на ремни и продеваем теперь уже под кольцом если до сих пор мы продевали туда теперь из-под низа сюда и в конце вот продеваем остаток ремня вот сюда готова так можно еще чуть-чуть подтянуть ремень еще 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 и вот все меня устраивает вот он получился вот такой вот узел теперь а у нас есть еще второй вспомогательный ремень он в принципе никакой роли в удержании седла не играет как только что помогает его затягивать не обязательно Он помогает седлу не вставать наверх Вот вся функция этого ремня В принципе его можно снять Но с этим ремнем седло выглядит как-то богаче Дальше, у вестерок седла У многих вестерок еще один Есть вспомогательные ремни Которые помогают удерживать седло на месте Это для езды голопом Возможно для толстых лошадей На которых седло хорошо не цепляется Вот оно уже ему не даст объехать Еще один линей здесь И еще один секрет Который я Высмотрела в интернете Когда затягиваешь вестерок седло То нет такой возможности как в английском Затягивать чуть-чуть там, чуть-чуть здесь И кожа в основном затягивается сюда Короче, чтобы расправить кожу под кругом Можно сделать вот такую вещь Берем лошадь за ногу И вот так вот Раз Готово Берем вторую ногу Раз Но опыт подсказывает Что этот способ не всегда действует Самый лучший, конечно, вариант Есть вестерн под круги с мехом У меня такой, конечно, нету Раньше в интернет-магазинах не могла найти Сейчас уже есть, конечно Все доступно И так можно купить Что хочу сказать Вот мы одели седло Мне лично привычнее вот именно с этим конем работать так Я сначала одеваю седло А потом не дам уздечку Правильно Наоборот Сначала уздечку А потом Седло И так Вот у меня есть вестерн уздечка Сильно покоцаная Сильно поюзаная Как и седло В принципе Ну В принципе Одевать несложно Так Иди сюда, Бебе Берем голову лошадью Обнимаем Нашу любимую лошадь Вот он уже, в принципе, готов Сам подает голову Если лошадь знает Как это делать Она охотно откроет рот Тем более Если вы ее приучали С кусочком хлеба Я этого не делала Вот вывесли в лошадке Покалываться надо мной А то По справу Сначала Простовываем аккуратно Ушко, которое от нас далеко А то Ушко, которое Нам близко Так Аккуратненько Потому что Уши Это такое Снежненькое место у лошадей Которое Которое Они не очень любят Когда Дергают Или Тискают Так Вот сейчас Жезла Сильно Натянута Это неправильно Но Это Сейчас В данном Недоусстве Он давно Сел И не использовался Он просто растет Но Вот здесь Вот Здесь Есть Ремни Всегда Можно Регулировать Чтобы Лошади Было комфортно Тоже Готово Ремни Выровняла Вот Конь Причесался И Застегиваем Вот этот Ремень Оставляя Здесь Несли Что Хочу Сказать Вероятно Вот Это Правило Существующее О том Что Сначала Нужно Одевать Уздечку А Потом Уже Сузло Оно Существует Для того Чтобы Легче Было Контролировать Лошадь Вы Приодели Ей Вы Подошли Вы Нашли Свою Лошадь В поле Свободную Приодели Ей Уздечку Взяли Ее На контроль За жезлом Теперь Ваша лошадь Никуда Не денется Ей Больно Ну Короче Это Все Необходимо Для Более Экстремальных Условий Вот Мы Тут Мы Занимаемся Я Сегодня Хотела Сначала Одеть Седло Вот Мы Проверили Оно Стоит Средка Итак Какой-нибудь Красавчик Что Остается Остается Одеть Поводья Поводья Так Они Называются Поводья Вот У нас Все Готово Вот Поводья Их Одеваем В самом конце Еще Одна причина Почему Я Одеваю Сначала Седло А потом Уздечку Это Потому Что Я обычно Поводья Не снимаю Это Слишком скучно Моторно Если У вас Уже Комплект Если У вас Хорошо Обученная Лошадь В принципе Мне будет Наплевать Что Одевается Вперед А что Потом Так Вот Я Своей Амуницией Давно Не пользовалась Сегодня Все Одела Вот Нашла Я Лично Поводья Ремни Не очень Люблю Как то Они Мне неудобно У меня Есть Беревышки Я сама Сделала В принципе Вот Сегодня Чтобы Смотрелось Красиво Все Готово Итак Думаю Что Все Что Я хотела Вам На сегодня Сказать Я Сказала В В Следующем Нашем Ролике Я Расскажу Вам О Верховой Езде В чем ее Секреты На что смотреть Чего опасаться И Вообще Как получать От этого Удовольствие Кайф Как ловить Кайф От Верховой Езды Всем Пока Подписывайтесь Ставьте лайки А Я Немножечко Пощаду тебе На Версах Ну Версах 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 Михаев Ували Все Все Я Немной Продолжение следует...